В Советском Союзе в НПО «Энергомаш» создан маршевый ракетный двигатель нового поколения для первых ступеней ракет-носителей. Двигатель RD-170 имеет самую большую в мире тягу, 806 тонн в пустоте, работает на компонентах керосин-кислород. Он обладает самыми высокими удельным импульсом тяги и полнотой сгорания, обеспечивающими экологическую чистоту при эксплуатации. Двигатель предназначен для многоразового использования. Характеризуется высокой надежностью, точностью и простотой регулирования режимов работы и управления вектором тяги. Особенностью конструктивной схемы двигателя является плотная компоновка с использованием четырех камер. Подача компонентов в них производится от одного турбонасосного агрегата, расположенного между камерами. Принципиальная схема работы двигателя следующая. Окислительный газ по магистралям направляется в камеры сгорания. Для надежной работы основных насосов на двигателе установлены бустерные насосные агрегаты кислорода и керосина. Привод турбонасосного агрегата осуществляется турбиной, окислительный газ на которую поступает от двух газогенераторов. Управление вектором тяги обеспечивается поворотом только камер. С этой целью были разработаны селефонные узлы, установленные в трактах подвода окислительного газа к камерам. Давление в камерах сгорания 250 атмосфер. Тепловая мощность, выделяемая в камерах, составляет 27 миллионов киловатт, что приравнивается к мощности крупной гидроэлектростанции. Турбонасосный агрегат развивает мощность 180 тысяч киловатт, что соответствует мощности трех атомных силовых установок крупнейших ледоколов. Введение в конструкцию герметичных и надежных разъемных соединений позволяет производить замену основных агрегатов. Достоинством двигателя является высокая экономичность и устойчивость процесса в камере сгорания. Для этого применяются форсунки с равномерным распылением топлива и используются охлаждаемые перегородки, образованные выступающими форсунками. Высокая надежность в значительной степени обеспечивается сочетанием простоты, оригинальности, технологичности компоновки двигателя и контроля на всех этапах его изготовления. Для этого используется специальное испытательное оборудование, в том числе гидравлические стенды, мощностью от 1000 до 50 тысяч киловатт. КОНЕЦ 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 Каждый изготовленный двигатель проходит контрольно-технологические огневые испытания. Кроме того, проводятся выборочные испытания двигателей на гарантированный ресурс многоразового использования. КОНЕЦ Конструкция стендов обеспечивает экологические требования, в том числе шума и светопоглощения. КОНЕЦ 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 Пуск. В ходе испытаний проводится оперативный контроль рабочих параметров в основных системах и агрегатах с задействованием системы аварийной защиты. Взаимозаменяемость агрегатов в процессе отработки двигателя, надежная технология межпусковой обработки, позволяют проводить многократные испытания двигателей, в том числе и без съема их со стенда. Комплекс прогрессивных конструкторско-технологических решений и большой объем исследований, более 700 огневых испытаний, обеспечили надежность и безаварийность работы двигателя, возможность многоразового его использования. Двигатель РД-170, установленный на ракете-носителе «Зенит», одной из самых совершенных, созданных за последнее время в СССР, позволяет эффективно выводить на орбиты важнейшие космические объекты. Успешно работают двигатели и на первой ступени транспортно-космической системы энергии «Буран». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова